Здравствуйте! В студии Дениар Даутов. По традиции, значимые новости из мира экономики и финансов. Несмотря на популярность гаджетов, поклонников печатных изданий в Казахстане меньше не становится. Наоборот, спрос на них только растет, отмечают в крупной сети книжных магазинов страны. Что интересно, социальные сети только подогревают этот интерес. Как обстоят дела на книжном рынке страны? По данным Energy Prom KZ, в прошлом году издательства заработали рекордную сумму за последние пять лет. Их доход превысил 61 миллиард тенгет. 44% в их деятельности занимает выпуск газет и журналов. По ассоциации франчайзинга отмечают, что художественной литературе в ней отведена минимальная доля. Хотя авторов в стране много. Дело в том, что литературный процесс в Казахстане не налажен. По словам экспертов, связь писателей и издательств находится на зачаточном уровне. Те, чьи книги мы видим на полках магазинов, издаются самостоятельно. Причем им приходится брать на себя функции нескольких специалистов одновременно. Так как не каждый может осилить оплату труда редактора, корректора, маркетолога и не только. Нижний рынок Казахстана очень маленький. И очень трудно какому-то писателю этой единицы, чтобы он смог заработать. Да и в мире, наверное, чтобы он мог заработать и окупить свои труды. Средняя маржа магазинов обычно 20%. Все испытывают проблемы именно с изданием книг. Нынешнему писателю приходится полностью весь процесс брать от начала до конца. От написания до печати. Классическая схема в больших читающих странах, развитых странах. Там издатель полностью берет на себя, писатель только просто пишет. Главным поставщиком книг для нас является Россия. Также литературу различного жанра в Казахстан возят из Великобритании, Турции, Германии, Китая, США. И это далеко не весь список экспортеров. Всего в нем 11 государств. За последние несколько лет в Казахстане появились новые издательства, которые переводят и выпускают мировые бестселлеры на казахском языке. Эксперты отмечают, что для развития книжного рынка в республике нужна поддержка государства. И в продолжении темы. Услуги по печати газет в прошлом году составили почти 22 миллиарда тенге. Это на 16% больше, чем в 2021-м передает Energy Prom KZ. Вроде бы заметный рост, но 5 лет назад предприятия тоже напечатали газет более чем на 21 миллиард тенге. Все последующие годы объем услуг в отрасли оставался в пределах 17-18 миллиардов тенге в год. Бизнесу, занятому в таком бизнесе деятельности, явно приходится непросто, отмечают аналитики. В 2022 году удорожание в секторе не превышало 3%. А в годы пандемии издательства и вовсе сильно просели. По ценам им пришлось снизить расценки на 5-7%. Совсем другая ситуация наблюдалась по производству бумаги. Основное сырье для выпуска газет дорожало каждый год, кроме 2019-го. В прошлом году бумага стала дороже на 16%, еще раньше почти на 9%, а в 2018-м и вовсе на целых 28%. И к другим темам. Абсолютная стабильность наблюдается на первичном рынке жилья. По данным Бюро национальной статистики, за май цены на квартиры в новостройках не изменились. Общий показатель по стране остался на уровне апреля. Два месяца назад первичное жилье в республике подешевело на 0,6%. Незначительные изменения произошли в двух городах – Шимкенте и Атырау. В первом случае новостройки стали дешевле на 0,9%. А во втором, наоборот, они подорожали на 1,3%. Сколько в среднем стоит квадратный метр жилья в новостройках? Аналитики крыши КИЗ подсчитали, что в мае его оценивали в 486 тысяч тенге. Самые высокие цены, как и прежде, в Астане и Алматы – почти 600 тысяч тенге. Тройку замыкает Шимкент, свыше 400 тысяч. Самые дешевые квадратные метры в среднем в следующей тройке городов. Это Жесказган – 160 тысяч тенге. А Ктобеево-Уральск – почти наравне, на уровне 270 тысяч тенге. В завершении к другим темам. На 10% увеличилось производство безалкогольных напитков в Казахстане. В первом квартале этого года предприятия получили больше 700 литров продукции. Сюда же входят минеральные воды. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики. Экспорт продукции вырос на 23%. За рубеж отправлено 43 миллиона тонн минеральной воды и безалкогольных напитков. В свою очередь импорта тоже стало больше на 15%. Завершаю обзор курсом валют. Далее следуют итоги торгов на бирже. На этом у меня все. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова